Еслат Сити, Есвято. В Израиле новыми подробностями обрастает скандал вокруг крупнейшего порта страны в городе Аждот. После арестов 15 нынешних и бывших сотрудников портового профсоюза выяснилось, что по делу о мошенничестве будет допрошен еще и экс-начальник Генштаба армии обороны Израиля. Новый коррупционный скандал разгорается в эти дни в Израиле. В деле оказался замешан действующий член правительства, министр внутренних дел Арьи Дерри. На этот раз подозревается в сокрытии имущества в сфере недвижимости, а также фиктивном оформлении домов и квартир на имя своих приближенных. Коррупционный скандал в Израиле. Полиция за сутки допросила целый ряд известных политиков, в том числе русскоязычных членов партии Наш Дом Израиль, который руководит глава МИДа Авикдор Либерман. Я поверил в израильскую демократию 9 января 2003 года в 20 часов 15 минут. Днем ранее взорвалась медиабомба. Глава правительства Ариэль Шарон получил ссуду на полтора миллиона долларов от старого друга Изюар. Выборы в Кнесет через 18 дней и коррупционный скандал может переломить ход голосования. Страсти кипят, народ требует пояснений. Шарон идет на прямой эфир. Страна замирает у экранов. Но Шарон начинает издалека. Говорит о своих заслугах в борьбе с террором, об успехах партии, но через 15 минут лицо Шарона исчезает с экрана. Что случилось? Глава Центра избиркома судья Мишель Хешин одним звонком вырубает премьер-министра из эфира за нарушение закона о лимите предвыборной агитации. Дело о суде попало к следователям. И только инсульт, который случился у премьера, а затем кома, спасли Ариэля Шарона от суда и позора. Эта нулевая толерантность к любым злоупотреблениям высших чиновников – характерная черта израильтян. В среду полиция задержала более 30 человек. В основном это государственные чиновники, люди, которые занимают далеко не самые последние места в некоторых министерствах. Первая в истории Израиля посадка главы правительства выявила схему – занос конвертов с налом через секретаря. Она же и сдала босса. Эхуда Ольмерта. Он потребовал от подчиненной отказаться от показаний. И тогда она слила аудиозаписи, где глава правительства пытается ее перевербовать. Суд установил, что премьер-министр Ольмерт брал взятки на застройке Иерусалима, будучи мэром этого города. За все шалости Ольмерт получил год и семь месяцев тюрьмы, плюс позорный конец карьеры. 14 мая 2014-го Ольмерт услышал приговор окружного суда Тель-Авива по так называемому делу «Холиленд» – столичному строительному проекту, который, по мнению государства, был реализован с многочисленными нарушениями закона. В мире нет стран, где бы правили ангелы. За всеми, от градоначальника до президента, нужен глаз да глаз. Как же Израиль сумел выработать жесткую систему пресечения криминальных инстинктов у высших госслужащих? Первое. Маленькая страна. Мы меньше Киевской области. Все всех знают. Так что невозможно уберечься от утечки информации то ли от племянника водителя-министра, то ли от хитрого заместителя или от ранимого секретаря-босса. Второе. Старожевой пес СМИ. Репутация журналиста зарабатывается числом сбитых высоколобных коррупционеров. Количество нарытого дает расследователям конкурентное преимущество на медиарынке. Компромат, попавший на страницы прессы, убивает карьеру политика или чиновника любого калибра. Например, генерал Гелланд не стал в 2011 начальником генштаба после статьи о незаконном присоединении земельного участка к своей вилле. В декабре 2015-го от сообщения в прессе о жалобах женщин на настоятельное приставание к ним со стороны вице-премьера Сильвана Шалома до его отставки прошло всего три дня. Министр внутренних дел страны Сильван Шалом был вынужден подать в отставку из-за подозрений в сексуальных домогазерствах. Обвинения против политика озвучили около десятка сотрудниц ведомства, но, правда, ни одна так и не подала официальную жалобу. Сам же министр тоже не торопится каяться в грехах, а свою отставку объясняет тем, что скандальные слухи негативно сказались на его семье. Третье. Быстрый переход от сообщения в СМИ к полицейско-прокурорской проверке и наоборот. Утечки из полицейских файлов довольно быстро попадают на газетные полосы и телеэкраны. Минус этого файлообменника в том, что нередко такие утечки используют политические конкуренты для сведения счетов. Доходит до грустного и смешного. Давно и безуспешно пресса копает под главу правительства Беньямина Натаньяху. Недавно лопнуло дело его жены Сары, которая якобы присвоила 6 тысяч долларов, сдав пустые бутылки вина, выпитого в резиденции. Скандал с хищением средств при сдаче бутылок дошел аж до офиса госконтролера, эдакого государева ока, которая следит за чиновниками. Но там сочли, что Сара Натаньяху не госслужащая, а всего лишь замужем за госслужащим. Поэтому передали дело в ведение юридического советника правительства. Должность наподобие генпрокурора. Там, в свою очередь, разобравшись, с какими хищениями они имеют дело, отфутболили его назад, и пока оно путешествует между двумя инстанциями. Четвертое. Спецподразделение Лохав-433. Наш аналог американского ФБР, которое борется с экономическими преступлениями. Но и эти чистильщики находятся под общественным контролем. В 2014 году из-за подозрений в получении от подследственного некоего вознаграждения в отставку ушел шеф Лохав-433 Минаше Арвив. А в 2015 генерал полиции Эфраим Браха, глава отдела борьбы с мошенничествами, не стал дожидаться общественного порицания и под тяжестью обвинений застрелился. Пятое. Уважение и доверие к судьям. Невозможно, чтобы премьер диктовал судье нужный приговор. Если полицию и прокуратуру иногда упрекают в политзаказе, то судьи имеют в стране незыблемый авторитет. Экс-главе МИДа Авикдору Либерману его оппоненты 15 лет шили дело, но оно рухнуло в суде. И даже враги Либермана не посмели упрекнуть судей в продажности. Израильтяне научились держать свою бюрократию в черном теле. За финансовые махинации и взятки сажают по камерам премьер-министра, шефов МВД, Минфина, Минздрава, Минсвязи и Соцобеспечения. Партия восточных евреев ШАС ставит мрачный рекорд. Восемь осужденных министров и депутатов. За сексуальное насилие и обман суда в 2010 году за решетку на 7 лет отправлен даже президент Израиля Моше Кацав. «Мы, конечно, ожидали более мягкого приговора. Это беспрецедентно жёсткое решение. Я впервые видел такое отношение к подсудимому в израильском суде. Судьи совершенно не принимали в расчёт его заслуги и относились к нему как общественно опасному насильнику-рецидивисту». Кацава доставили в тюрьму Маасиягу в центральной части Израиля, недалеко от Тель-Авива. Отбывать свой срок он будет в одной камере с Шломом Беницери, бывшим израильским министром, который находится там по обвинению в коррупции. «Прокуратура обвинила в коррупции бывшего главного раввина Израиля Юну Мецгера. Сотни тысяч долларов изъяли из сейфа бывшего министра обороны, промышленности и торговли Бениамина Бен-Элиезера. И несмотря на внезапные провалы в памяти, 80-летнего политика отправили под суд». «Предъявляют обвинения сразу в пяти преступлениях, я их перечислю. Получение взяток, отмывание капитала, взлопотребление общественным доверием, мошенничество и сокрытие доходов от налогового управления». Суть отношения израильтян к их лидерам в рекламном дивизе популярной в Израиле сети аргентинских мясных ресторанов. «Нет священных коров». «Нужно совершенствовать и такой антикоррупционный механизм, как изъятие и обращение в доход государства имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные деньги». «Это американцы наших чиновников воровать и саботировать заставляют? Пистолетом у виска? Это они это заставляют делать?» «Изначальная система была осознанная. Значит, надо менять эту систему». «Меня воровство вообще не волнует». «Как это не волнует?» «А очень просто. И при Петре Первом воровали, и при Александре Первом воровали, и при Сталине воровали». «Ну за это наказывали?» «По-разному. Вопрос стоит в другом. Вопрос стоит в том, что ты в наврагане работай». «Коррупция – это залог победы». «Вашингтон-Пост» называет результаты встречи скромными. «Гардиан» утверждает, что, назвав все диктатором, Байден поставил точку в соприкосновении с Пекином. Итог подводит «Нью-Йорк Таймс». Переговоры Вашингтона и Пекина продолжит советник президента США по нацбезопасности Салливан. Он будет взаимодействовать с главой китайского МИДа Ван И. «Ну а в Киев с неанонсированным визитом сегодня нагрянул новый глава МИД Британии Кэмерон. Сделал он это спустя всего два дня после назначения... Виктория Кэмерон, Байдену. Продолжение следует...